павук выскакивает и сразу берут чтобы нормально с кайфом против него постоять с тренд линии мне кажется нормально такая довольно таки должна быть когда бруда зашла в мету я помню с.ф. это один из лучших кэри был постоянно с.ф. обрали в эту бруду потом как-то это от этого начали отказываться тима но это скорее связано с тем то что мидер просто приходит этого сэфа легко продавить вот но на линии он точно хорошо стоит раскачается если он разгоняется конечно это тоже такая серьезная машина до 10 это бруду взяли в с.ф. в с.ф. в любом случае бруда точно крутая в тренда а мне кажется что это фп тренд а потом бруда тени то есть 1 бан не просто видишь у нас это дабы пикасов это я понял что посчитал весь стрелочки у стрелочки могут обманывать а я венераал я один штаба на если у тебя последний бан значит у тебя и первый пик сразу второй стадии а ты умен да нет я просто занимаюсь этим как бы ну уже лет десять на профессионально а ты не пробовал дот играть так я говорю лет десять занимает ну ладно что там у нас по банам полетели марс пангич быть интересно будет ли lc баня потому что меня от lc один из таких самых хороших героев против бруды ну вот мы видели его по раз брали против бруды но как-то не особо он смотрится там на пятерку или я не знаю один раз вот именно когда его взяли на пятерку было неплохо второй раз в целом просто вот драфт тренд сэф и lc выглядит вообще круто сэф под баф тренд сэф уже как-то посолиднее выглядят не стоит забывать что то есть бруда пикнута 8 но она как бы пикнута уже скорее всего в керри сэфа и ну еще может быть flex на его можно и уже да и ты уже можешь позакрывать там дальше на месте night так что я думаю пока что выглядит посолиднее я просто возьмут какого-то наверно сапчика сапчика аранжова да кто-то там остался я думаю что из этого будет странный пик это шейкер 4 и понятно вообще сейчас стройки шейкер игра нет но непонятно мидуан играют до бедуан играет с первым а это вам залетает или у нас трек не очевидно что это будет 6 до четверка тогда нужно тройка какая-то ранжевая по идее или нет или не обязательно поможет darksteer может быть из миличных ну а тогда мне нравится снайпер плюс один не знаю астрарис да кстати снайпер здесь нормально будет снайпер хорош мне щеклок как герой тут нравится просто потому что и шейкера контролирует и тропа контролирует концепция примерно одна и та же просто тебя больше больше дальность атаки чем у сф хорошая линия андет андет закрывает ну скажем так если бы тундра была внизу да то можно было сказать что они что-то придумают там переиграют да мне нравится тенден кто что поднимает скорее сюда стрелес что может быть даже второй милишник сейчас харду придет и тебя против двух мили прямо он дает это разнесет это будет не очень хорошо я не знаю из милишников который шейкером вот так вот постоять это против андайга против андайга это вот бисты ну это это так вот там одна команда там месяца два назад и наблюдаем а нас покороче они так пока допекали любую линию выигрывали но в целом хочется рейджа под шейкером еще кажется ваш парку не тройку возьмут разбивать там бу хочется как-то дровки добираться мне казалось и вот визаж сф вообще это плохой герой бруду чем он такой в дровку ну в дровку ладно типа просто минуты ну бруду он уже не будет против буду ставить про это просто по игре это типа тени очень комфортно играть чем так бурда ему мешает тебя сбивается грейс кипер к лог прицепил визажа быстро из-за пауков ты просто кушаешь но опять же дровка не особо чувствует визажа как по мне не знаю линия мне мне нравится от слова совсем пока действительно здесь против дровки ничего особо мы не видим прям сильного по героям я вам скажу тоже неплохой кулачок против дровки такой вот если у сф и есть минус армор визажа птички будет больнее бить и у визажа будут ауры на визаже вот даже ну в отличие от той же снепки ауры более как-то сильно смотрятся на визаж против там бы не так плохо потому что он всегда найдет на хайбурге смогут птички там выруб тамбур сбивать до стартожей будут ауры тут в целом просто вот дровка пока вы выигрывает этих героев осталось им добрать скорее всего героя рейнджовика под бруду типа худенько снепки но они думают что это тени 4 судя по банам кунки не знаю в 2 милишника приходить против трэнта сф я бы не стал если что ну а вот вот слушай а пикнут они вот эту снепку и пусть вот тогда тени пойдет мид да и тени был может мид постоять а эти сф могут мне поставить да 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 и тени бы пострадает но вроде как тени норм в сф в плане того что просто по игре то подошли типа убиваешь да у тебя есть инициатива на поле это точно тени и не мид потому что нет смысла пока туда банить если это тени мид ну мне это кажется нелогично как бы то есть и не 4 100 процентов с бруда ну ну похоже на то то есть они сейчас доберут какого-то мидера я даже не знаю что им нужно какой-то инвокер с еще и в моем понимании нужен который может бегать по линиям эмбер можно мид поставить и добрающие сафа можно поставить мид на есть нога нога есть на тренд нога нормальная линия тапа в легкую альда поймете поставить в дровку ты не не хочешь т.п. ну нога файн немножко странно драфт в целом будет на мидера скорее всего возьмут если уж то тебе в люб тебе нужен в любом случае герой который будет по мейкер нужен удалить берега же плеймейка но тогда снага у них жадно будет если там оставь не съел вам каким-то что вряд ли поймал бис на про него там и забыли чтенька про него мне прям очень нравится она и страфт да очень крутой вас пик на самом деле и есть чем добраться до дровки и до бруды можно тоже быстренько добежать хотя просто вот это все идет в тебя и понятно как это все снова больше как будто больше вылью да у героев на из гораздо а вот известно что я не уверен шейкер был хороший пик хотя с другой стороны они эмбера взяли шейкер и ты рано или поздно ты этого эмбера просто найдешь на шейкер да на фиссуру поймал там подстанила нормально будет ну что вы скажете значит по драфтам все-таки у нас как будто бы поинтереснее или кто-то не согласен у них очень солидно выглядит у них от костяк ну очень сильно да то есть если они хорошо поставят линии и просто но будут грамотно играть там не делиться и там ророшка и темп наращивает у них но они скорее всего играют в целом там есть пару ошибок дровка всех убивают понимание то есть рамал он крутой в юрли гейме против руды безусловно он крутой но потом прямо лоскей лица в лейт нормально не ну да но ему тут мешает играть сэф тине против там вы мне кажется но кстати может быть тут все согласны что дровка типов всех там изи перебина просто сэф за и прочих равных может здоров козапа пышится нет да я так скажу что в мид гейме просто не хватит дэмэджи убийств найцев просто не хватит тебя эмбер это ну то есть дэмэдж нормирован то есть у него не будет больше дэмэджи у тебя дровка ладно просто раскачиваться у нас уже игра все идет но я понял в общем ты за найт все коротко давайте передадим слово нашим комментаторам и посмотрим как это все в матче будет и всем салют дорогие друзья и мы летим на вторую матч китайского региона долгожданную очень долго мы ждали когда же эти драфты начнутся вот они стартанули меня порадовали удивили я все ждал знаешь когда в первой стадии откроет кого кута кора больше ждал и ну что кто-то попытается наш ее из бана выпустить немножечко и вот попытается как-то законтрить на взяли в итоге из цепы плюс таранта довольно сильный лайн мы знаем то что эго это один из сильнейших кэри китая на данный момент ну он проявил себя скажем так хорошо вот матча psf draw мне казалось всегда в сторону дроу ну то есть понятное дело что сф немножко в другую стезю может пойти до какой-то магический медовый но будет интересно посмотреть потому что драфты неоднозначные я тебе так скажу важно не просто как воюют команды а за что во первых на эти уже сделали феррус блат убить тени я так понимаю это дефолтный вот ты не поверишь я когда смотрел первый матч найт было то же самое только по моему подловили их на этой ошибке они играли как раз против трента пошли ловить эти деревья сделали это не вместе на поле убили тут под фессору все сделали классно интересно кому достался этот килл кстати говоря явно не шейкеру он сосис там до получил у нас получается тренд ну не самый лучший так скажем инвестиция но все равно неплохо да ну слушаешь и это только что сказала не важно где да а важно за что в итоге мы видим фраг ну последием не за что конечно с одной стороны но с другой стороны какая-то команда наверно хотела поставить хорошие варды и их на этом подловили у нас 10 ну и мы видим коэффициент 1 4 на найт и 2 и 8 на астр перес интересно получается на особенно эти коэффициент интересно с промокодом dpc не забывайте им пользоваться при регистрации на сайте под бум просто для star areas этот матч очень важен потому что они сейчас в какой ситуации находятся уже против айджи имеется луз и по логике вещей это единственная команда за которую они сейчас должны цепляться то есть даунгейминг там влетают это понятно у них 05 у астроперия с 04 им по логике вещей надо выиграть три матча и надеяться что айджи не выиграют больше ни одного тогда шансы будут зацепиться минимум за переигровки алла крития стоит мид я так полагаю против white альбума здесь кстати интересный такой матч-ап знаешь эмбер и как раз таки праймал бис которому мне кажется довольно тяжело эмбера именно подцепить в дальнейшем будет по игре главное хорошо отстоять первые пачки подынает чтобы у тебя появился шестой быстрее чем у и 100 посмотрим мне кажется что этот матч-ап наверно 50 на 50 потому что и эмберу довольно сложно пробивать праймала все-таки эмбер конечно но есть большое количество урона тепла на харассе цепляет да то есть может пробить но прайма уже ведь тоже большой он ведь очень сильный и тоже может тебя пробивать вот что сейчас попытался показать о лакате а лакате кстати довольно хорошо вошел в этот сезон мне понравился его пак мне нравится его эмбер и сейчас я вижу его первый раз на этом замечательном праймал бисте ну как нам показывала статистика она говорила о том что не особо результативные герои то есть white альбом одну катку сыграл на эмбери в нынешнем патче проиграл то же самое на праймал бисте вот алакрити водится пачки а касаемо вообще вот этого матча по тут конечно очень интересно как будет передвигаться праймал бист в дальнейшем мне кажется что нет он может поставить достойно по одной простой причине есть тренд то есть основной дэм от все-таки эмбера исходит от фестов и как только на тебя будут накидывать постоянно ливен кармор дополнительный подхил тебе будет стоять по легче согласен полностью и я вот хочу обратить внимание что на топе стоит брут мазер а праймал бист ее может прийти убить ну то есть 6 уровень или какая-то хорошая руна ты прибегаешь убиваешь то есть для праймала здесь есть работенка и также дроу рейнджер на боте которая стоит вместе с андайингом я думаю что как только праймал получит какую-нибудь хосту он сразу же переместится и сразу начнет души сайда знаешь мы вот тут обсуждали недавно с дар шоком и он мне говорил что сейчас очень тяжело вообще мидерам делать какие-то плей на сайды без активы потому что всегда ждут и как только ты пропадаешь с радара все максимально пассивная игра никто не подставляется максимум сам может за ревелить твою атаку раздривили теперь мне вот но как раз таки и праймал бист такой герой что он может знаешь неожиданно где-то куда-то напасть то есть условно ты его на импере пробил он пошел за руны богатства на четвертом левеле пришел в итоге на сайт убил там героя потому что демодж у него навалом слушай а я хочу обратить внимание на две вещи на кс праймала у него всего лишь 7 крипов когда в то время как у эмбера уже 15 и второй момент я вспомнил white альбума на эмбере да статистика 01 но там он стоял матчап с сф и он этот матчап выиграл то есть что-то да он знает понятно дело что статистика не отражает вообще все игры он ту игру проиграл но свой лайн он выиграл то есть в принципе наверное это его сигнатурный герой так понимаю скорее всего но там я помнил о каком-то и матче говоришь там он убил как раз таки сэфа насколько я помню сделал это в соло и сэф там промазывал третьим койлом была такая история переволновался немного парень и пока удивительно для меня астро и ряд стоят линии очень очень достойно вот у нас по сути сражения на команды которые претендуют на мейджор и команда которая пытается не вылететь с первого дива то этого как-то вообще ничего даунгейминг не показали и вроде astro erias ну грубо говоря в этом же эшелоне находится но не тут то было дают они отпор и мы видим что пока лыни стоят очень хорошо то есть у эмбера фрифарм дровка качается обрати внимание что и визажа все плохо и у праймал беста ну наши аналитики сказали что игра здесь не такая однозначная то есть ну номинально найтся не сильнее номинально найтся не там и выше в таблице да и вроде как по игре смотрится более уверенно потому что но мы видим что 0 4 у эрис но это тот состав который собирается он собирался на перспективу то здесь молодые игроки они реально набираются опыта и как раз таки в будущем я уверен что они смогут заиграть и стать возможно даже чемпионами за international у нас пока что все спокойно на линиях один фраг имеется как раз таки перс ват который мы не увидели но и довольно аккуратненько что на самом деле довольно хорошо потому что никто не подставляется все друг друга харасят но критических ошибок нет есть замедление очень приобрести не но крепы умирает под вышкой поэтому сф нужно срочно бежать но хорошо засыпал на самом деле тени и не дал замахнуться кайлом потому что если бы его попадал первым то там из-под замедления лазы плюс кайлов выйти было бы очень и очень проблематично а тогда огромная пачка удар пока мне кажется что бруда относительно неплохо стоит эту линию потому что против сфа ей бывает тяжеловато то есть именно знаешь и на первом левеле на третьем когда вот эти поворот апы появляются потому что с кайлов лютый слоу и на самом деле под любой дизейбл под тронта под леч сит можно находить какие-то убийства либо зонить бруду как минимум то есть знаешь надо так получать демодж но делать это максимально аккуратно чтобы хилиться от сеток абсолютно верно по моему как раз таки пьюр да показал этого сф она легкой показал как можно линию не просто стоять а как можно эту линию доминировать и попадаешься на один койл у тебя обязательно есть мангусики 2 3 и потом еще там 4 5 ты погибаешь ну то есть максимально нужно быть аккуратными тем более на бруде на бруде ты не хочешь умирать на бруде тебе важно как можно скорее получить шестой до чтобы уже начинать делать грязь начинать делать все что буртмаза как раз таки и любит может быть неприятная ситуация в миде потому что стоит по крипстату эмбер лучше но дело в том что появляется как раз момент для прайм обиста то есть он запушил сейчас пачку там живая катапа вражескую он разбил я так полагаю и актив не появится через 10 секунд эмбру надо отпушивать этот лэйн вы же друзья не забывайте взлетать на сайт под бум пользоваться промокодом dpc удваивать свой первый депозит вот это то чем я говорил вайт альбом довольно поздно выходит на руну но возможно не получит ее зато найдет бесплатного шейкера по или феликс подошел сюда и вы тут знаешь такой вопрос с подвохом что было бы лучше если бывает альбом забрал аркейн руну или если вот он как в данном случае забрал шейкера но почему-то мне кажется что аркейн руна ценится больше второй момент знаешь можно попробовать забрать как раз таки в пистах руну такой иногда игроки показывают это ну выходит не часто но ты можешь дать писты и в этом момент подпекать на руна то есть у тебя герой перемещается бьет и забирает руну но тем не менее хотя бы забрали фраг здесь и рис у я думаю в альбом он все равно доволен потому что он всегда может полетить на базу восполнить свои ресурсы и нападение такое легкое у нас получилось на что в общем понравились просто да 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 побили друг друга тоснули далеко ну и на этом расходятся пятый уровень у брут мазер скоро будет шестой и тогда наверное у сф начнутся первые проблемы финда такого стоит опасаться там сейчас показали статистику 6 игр сыгранного эго 6 побед когда там по моему 9 или 10 то есть прям такой не часто можно заметить знаешь обычно такая стата где-то у гранд финалистов турниров каких-то то есть вот когда они весь флей-офф вот так вот идут насквозь побеждают почти не лузают у них такие винрейты и кд-шки но чтобы здесь на дпс где у найт в принципе были довольно плотные зарубы эмбер пришел на топ есть у него уже ремнанты ну и кстати нормальный тренд выполняет свою работу братья внимание то есть просто пришел раздревелил сюда месяц отошел тем временем качать лес претучие поживет потянет немного времени конечно хотели найти сфа но довольствуется и тем что ей забирают они xcg ну и сразу же под пуш вышечки потому что бурды будет 6 бурде нужно оставить экспу асс смещается в лес ну грамотное решение от айрес до понятное дело что пока что там стоит виде праймал но заметь у праймала как-то изначально каточка пошла не очень уверенно при этом все можно забрать вышку и наверное дальше можно разыграть в ворожеские с хотя летит сюда xcg xcg не собирается отдавать это вышку выходит эго мажет койлом ну и наверное на этом стоит это хим но тут либо мажет либо уклоняется сс тоже действительно круто он двигался лайба и забрали на бот лэйне очень хорошо свои линии стоят астер и рис на самом деле я вот вспомнил их матча против основного состава астер и там они под каждую катапу делали какие-то активные мувы очень крутые ты знаешь кажется что это дефолт но при этом выход твоей альбома был допустим не на пятой минуте как мы привыкли там видеть не на этом 10 а вот где-то на седьмой потому что пруда засейвил эту катапу по итогу и вышку пробили килл какой-то нашли но тем не менее эго вот такой игрок у которого отличная когда я посмотрел на турнире на всех персонажах он очень редко умирает круто качается алла критик пришел сюда наказывать анда инга за то что райт панда загулял ну тут ставится тумбы и против такой контрмеры ничего не поделаешь сюда же стягивается эмбер кстати они хотят продушить эту вышку чтобы не дать возможность оппонентам открыть бот в дальнейшем находят в лесу прайм лоббис далее алла критина ходит тут пока непонятно можно попытаться доноится как-то от крипов либо затоптать выкил все-таки достается эмберу хорошо контроль от руна эрис забирает ну ладно первую забрали конечно же айтс но это руна по сути дела обошлась фрагом для них вторую руна забирает здесь как раз таки white альбом сразу ее реализуют и 2000 преимущества подключается в бот очень больно сейчас лизану его душат но это сто процентов факт потому что никак не уйти от этого эмбера очень сильно напрягает карту ломается вышка и я так понимаю две линии из трех выигрывают здесь эрис причем бурдмазер в топе тоже стоит довольно уверенно также white альбом хорош на этом имбире я просто не могу 40 бегает 4800 у него на творца на девятой с половиной минуте хорошая статистика тики еще и сэпо находят это кстати надежда команды найтс на самом деле потому что только у эго все относительно неплохо но сейчас нападение с пауками он естественно раской ловочку здесь устроил заставил бруду отойти но я думаю с собой astro эрис более чем довольная потому что развели оппонентов на тп единственное что вот тики немного загулял остался попал даже не под фиссуру его без этого убили далеко зашел как раз таки его по моему там встретил праймал ну и принципе просто-напросто растрелся об землю до финт подкалил и забирает фраг ну мы видим 64 процента как раз и за эрис отличная привязочка здесь феликси оба ему очень больно если будет еще . но это сто процентов рак как-то даже смотрится супер легко в исполнении вот альбома просто пришел привязал убил героя а сейчас уже сноубол идет его слишком высокий левел опять же появятся ранние молнии и знаешь таким затаром когда у тебя открыли топ открыли бот и тиммейты все качаются у тебя 9 левел на 10 очень легко на импере находить какие-то киллы особенно по шейкеру и вот будет вопрос опять же как шейкер себя реализует потому что на деле этот герой раскрывается либо с покупкой блинка либо с покупкой шарда до шарда далеко до блинка много денег на дак и странно вот а до этого момента он только фиссуру может какую-то откинуть все на этом ампак заканчивается в отличие от тени согласись ему полегче там блин стойку нибудь нашел там из нейтральных айтемов и все засыпаешь тассаж по крайней мере тебе проще играть когда у тебя мидер выиграл не да то есть если у тебя мид лейнер тачит и ты самое главное контроль и шуна опять-таки хорошая руна у нашего эмбера скорее всего легкий будет практично икси джи подходит сюда еще идти не ну просто заливает кстати говоря заливка нами было лишнее но тем не менее еще один фраг в копилку astro eris и 5000 на 10 минут и вообще-то пахнет развалом да и on the nx этой томбы знаешь как-то не дает контестить вышку таранта дали ты бог с ним то есть можно же прилететь что-то сделать дефонсивные они получаются потому что стоит над гроби и каждая такой сюда будет скорее всего посмертным хотя вот пришел шейкер рядом где-то оказался сф но я думаю это уйдет на тройку и как теперь играть команде night честно говоря до конца не ясно они потеряли все тир один пышки и сейчас позиционно astro eris гораздо сильнее и самое главное у найт как-то вот и без этого прайма пистани хватает демнджа чтобы убить хотя бы кого-то когда появится аура у эсэса на бруде о я не знаю мне кажется праймал влетит просто в один конец но заметь выключили из игры висаджа висаджи сейчас нужно просто пофармить при этом всем мы видим что у праймала игра не клеится а кто должен играть shadowfind керри я так не считаю я думаю что что тут пин здесь с мамчиком он как минимум хочет дофармить себе dragon лэнс плюс бкб тут только после этого он будет приходить драки а то что и где должен самое главное делать у команды night интересно взялась а сейчас как раз таки пассивочку на минус армору пофармить быстрее и шей по ну то в принципе стаков не было решил без нее обойтись я просто видел что некоторые цепы знаешь так делают чтобы иншинтов гораздо быстрее разбивать выход от рэд панды икона нижнюю линию здесь попытка открыть под очередная икс и джей может все раздревелить на своем трансе а у него кстати уже имеется вера кроу можно нажать перед смертью но не дают этого сделать за счет сайланса поставили еще и тумбу икс и джей сайланса вышел кнопку свою так и не нажал очередной фраг для команды astro erias и как же круто не знаешь получается стягиваться куда-то толпой на при этом качать больше потому что есть тембер который спокойно возвращается на другую часть мапы стримнанта все очень выглядит пока что легко потому что мы видим что она из перемещает ресурсы на бот хотят забрать вышку но их сразу же встречают при этом все мы видим что футмазов только оставили одну из нападение у нас на эмбер ему больно есть ультим мой подходит на фельси оба ну наверное надо дать ехо потому что это очень важный фраг он очень сочный большой 676 золота дают как раз таки здесь шейкеру это выход в линк я думаю феликс да должен теперь точно блинк покупать конечно с такой игрой возможно шар нужен был но после фрага сто процентов надо копить оставить ему какой-то лэйн правда вопрос какой эту сми где будто бы опасно на поте качается у нас визаж а в топе тебя съест пруда в случае чего то есть тут ты знаешь приходится просто вот этот пассивный доход получается с голды которая тебя капает за время проведенного игре и все улу тут дополнительно еще и стаки пока что дровка и без этого обгоняет почти на 1000 сф сейчас еще сильнее укрепиться в этом преимуществе и эмбер опять тп на бот как-то они очень хорошо депут знаешь вот эти тайтин товара не давай оппонентом не доли пространства напали в шейкера привязали его за счет чинов полетела засыпка сейчас будут фисты очередные и шейкер умрет ну как раз таки его то сумма него по всей вместе будет лежать долго потому что деньги пока что инвестировать не во что они лежат мертвым грузом что можно придумать я не знаю обычно инвестиция в доте это один местный практический артефакт это мидас да то есть ты инвестируешь свое будущее но мидас на шейкере звучит прохладно возможно шар на шейкере звучит нормально в этой игре не знаю с одной стороны начать будет тяжело вот кто должен кроме правила беста прыгнуть непонятно до конца с другой знаешь вот если он кинет фиссуру нажмет тотем это две секунды где-то оглушение с лишним две с половиной наверное после этого забегает аллакрити потом опять это фиссура продолевает дизайпл то есть будто бы шмотка не самая плохая и как раз там 200 голды ему не будет хватать и он появится через буквально 10 секунд мы посмотрим все таки играю еще не закончена я думаю можно будет потерпеть и до блинка а вот если еще пару таких будет моментов неудачных то наверное стоит просто-напросто покупать тот самый шар мы видим в виде уже стоит рэд панда просто формирует эту линию ну да мы чувствуем что хорошим об контроле от ареста они фармят больше они чувствуют себя уверенно они постоянно атакуют и не дают ничего сделать как раз таки команде nice то есть мы пока что видим хорошую такую доминацию и которая переливается получается что сноубол но все flexi оба мне просто питью не дает купил этот шар все же визаж взял для себя владимир появляется какая-то полезная аура под эсэфа в первую очередь коэффициент 117 на стр и рез я напомню они изначально были на андер долга метика это убийство рошана но пока этого рошана забираются летаете на сайт вводите промокод и писи получаете удвоение первого депозита знаете надо хотя бы что-то размениваю то есть знаешь понятно что рошан падает на 15 минуте для тропки это не очень гуд но если вы откроете вот то но это хотя бы как-то купится в дальнейшем мы видим что четыре героя у нас находится в боте и скорее всего эту вышку они заберут но с другой стороны рошан уже падает и такое ощущение что бывает он хочет полететь на низ а нет вышка упала все окей лететь наверно не нужно но тем не менее есть ощущение что пока у сфа нет бкб можно спокойно вообще приходить до дефт любой вышки и какие-то файты наверняка себе сейчас придумают эрис потому что у них уже есть грифсы у эмбер конечно будет бкб но с эгисом он готов он боеспособен мы видели что у нас большое количество урона самое главное просто напросто держать в уме что есть шейкер который не пожалеет тебя эхо ну и соответственно это самое главное опасно него знаешь я вот любители этого билда на эмбери когда покупают ранний аганим после молнии бкб берут шар и он таким получается очень мобильным активным этим рим на ты жжут жгут оппонентов вернее восстанавливается за счет фрагов и когда ты доминируешь очень круто смотрится но возможно здесь конкретно к снж будет более интересным приобретением либо какая-то линка на мой взгляд чтобы контрить хоть как-то вот эти нападки потому что эмбер он все-таки герой который любитель знаешь полетать по карте соло какие-то действия поделать отпушить пачки ему надо вот пережадывать этот прокаст ссора и прыжка вот прямо без так пока что метит бкб ну наверно это в принципе на классический пил да здесь ничего не придумывается понятное дело что элбон должен будет прыгать вперед есть у него конечно тени с блинком и дайдером но это тени 4 он начнет а кто-то должен будет продолжить бкб эмбер спокойно войдет даст позицион для своей травки ну и рядом и должна быть брут мазер которая будет давать как раз таки ауру от рисов ну и соответственно просто-напросто помогать и какие-то минимальный стоп я не знаю будет ли это аганин наоборот вроде как смотрится неплохо учитывая что вот такая вот доминация у команды и рис качественный гриф сейчас нажали рейдин там пытался праймал пист за ты один вышка в миде скипать пачки нажали гриф не дали ему этого сделать в итоге линия пушатся и смитой на топе забрали товара за счет этого момента алекси оба подставляется в очередной раз покупает кстати вера не забирается ты лавки философских камень вот себе и голда дополнительная пассивный доход на блинк в дальнейшем и знаешь вот эти катки шейкером если вообще вспоминать прошлое потому что сейчас герои появляются очень редко они обычно выглядит так что шейкер где-то долго добирается до блинка его не видно в один момент будет идеальный flight пока что попытка пробить алакрити очень больно здесь правило писту но он спейсит и за это время flyby можно снести т2 поте ну да с одной стороны он погибает за руну но с другой стороны все-таки flyby забирает вышку принципе размен в тир 2 здесь наверно выглядит для как раз таки найс очень даже перспективным потому что ну явно хотели дефать бот ири здесь появляется наш прекрасный прайбал пист которого забирают не быстро да но тем не менее хотя бы какие-то дивиденды получили потому что денежка нужно нужно как-то добраться до блинка нужно добраться до бкб на эсэйфе сложно будет сказать наверное найт сейчас еще сильнее подожмутся потому что банально никому играть вот хочешь играть доту а блинка нет сф как бы тоже принципе герой вроде как бы активные но для этого нужны какие-то шмоточки да даже с этим бкб ты принципе не хочешь к никуда приходить ты хочешь чтобы драка организовалась как минимум там спраймала или шейкера хорошего такого плотненького врыва мне кажется тут это нажатие грифа подвело я вот изначально подумал что это круто знаешь там не дать оппонентам скипнуть пачку забрать за счет этого мид т2 но с другой а куда спешить у вас две минуты три минуты на тот момент было едис гриппа в итоге потратили в пустоту просто видит это визаж такой окей вы стоите в миде на топе я заберу т2 и мне кажется это сейчас очень сильный выигрыш для на это что появляется море пространство в боте которые они занимают будут сплетить и заставляют вот эрис как раз вместо того чтобы закрывать визавина базе нажимать смоки идти куда-то вниз соглашусь с тобой полностью потому что теперь там может играть тренд протектор то есть герой которого не жалко он может там стоять в деревьях да и просто-напросто постоянно тебе пушит line ну и как мы понимаем наверное на сейчас будут немножко так поджиматься для того чтобы пытаться как раз таки играть сплит пушите странтом это можно делать но нет они решили нажать мог потому что их выдавили с бота и бегут потоп а в топе у нас кто автопе у нас дровка хороший и сочный фраг если они конечно же его сделать потому что я уверен что полетят дома телепорты на самом деле все хорошо пока выглядит потому что гиды бессмертию эмбера улу пытается отойти и праймал без прямиком вдруг урезается на не успевать сбить т.п алла критти не поверил до конца что здесь будет находиться оппонент но слушай ганг был очень крутой то есть вот на и не просто забрали т2 поте они расставили vision агрессивные сейчас знали что внизу находится минимум два три героя соответственно такое нападение это отличная пусть они т.п. и сам успеем ее заперстить но не успели подставляется по итогу шейкер у нас новинку и хаслое много дымджи вылетает можно пробить теке как минимум текей падает эмбер пока что разобраться лишь сапами приходит сюда пруда своими аурами и мне кажется что команда астроэрия становится неубиваемый вот она прудак и друзья грызет просто фронта вайт альбум опять же под тобой все это дело происходит три минуса для команды астроэрия знает что по крайней мере два кора выжили вот так вот иногда бывает на самом деле очень был прайме правильный тайминговый муф от как раз кинается они должны были забрать там дровку и возможно как-то минимально камбэк ну получить хотя бы какое-то там время на то чтобы пофармить но мы видим что он как раз гигант не удался в спину заходит вражеская команда сразу влетает эмбер он по моему доджет эхо слэм прожимает бкб заставляет прожать бкб шадал финда и сейчас непонятно как дефод дефод хагран потому что дровка бьет а дровка бьет больно ну единственное что тут есть из дефанса это фиссура на самом деле потому что чтобы подойти с фоно кинуть кайлы и попить ну ты подходишь на очень опасный дистанстом банально чины какие-то залетят и тебя просто заберстят за долю секунды к тому же тени уже подошел к своей команде но софта 3 попахивает но на самом деле резается алакрити вылетает сюда скипает плачку тени от теги великолепный врыв можно на самом деле алакрити было заперстит но дэмэджи не хватило упадет визаж алакрити просто радпан дупинал всю траку надо наверное отходить разведи праймал беста на бкб круто просто фривольно себя чувствует ну и важно пробить именно т3 потому что тренд будет постоянную оборонять накидывать и львин кармору не дай бог еще гриф откатится вот она надгробия и вот он улы который стреляет на безопасной дистанции в случае чего будет и пика и бкб ну а где дэмэдж на из вот дэмэджи вообще не увидел то есть залетел праймал залетел такой еще не как бы с инициировать спровоцировать на себя какие-то косты потому что у него есть бкб но пришлось прожать бкб а дэмэджи то никто и не внес височ подошел подставился под дровку дровка его спокойно расстреляла причем у дровки кстати говоря появился бкб ну я я знаю в китае так очень любят покупать просто ранее бкб ну а коров для того чтобы не бояться коммититься в драке без шарта кстати играет ухт я сейчас шар тучи метров китайская там чуть ли не после пики врыв от вайта альбома под бкб спокойно забирает как раз таки шейки раз и бесплатно в игру чуть было не пробили вайта альба может быть хватит дэмэдж уходит он на рим нанте на лох и п подлечь сидом выживает на за ним гонится шейкер фиссура и она оказалась посмертной правда приходит в игру сейчас бруда с кучей ауров как раз таки гриф шуфы грифсы уже были нажаты шейкер погибает без боя прошел к теке и тоже удачный находит тренд протектора правда сам теке страдает эго бьет издалека не стоит недооценивать и матч от сф а но в принципе легко отделались на это на мой взгляд то есть добавь бэк от шейкера но тем не менее убили эмбер очень важную цель хорошая была такая сна и сура и соответственно вышку в миде сломали точнее бараки виде сломали и рис и перемещаются на тир-2 в боте все у них так само собой плавно получается нужно подождать лишь наверное 16 секунд до эмбера как раз таки сейчас появляется у нас праймал есть сифон и не катас out ну и нет это не то south на самом деле не самый лучший пост нету шарда много дэмэджа минус тренд протектор не очень хорошая позиция у улу но он прожимает бкб пытается просто-напросто выйти из драки но мы хотя бы теке и нужно забрать ребят здесь нужно сделать хотя бы какой-нибудь фраг для себя есть фраг наконец-то но это только синие на самом деле это видел да что произошло просто нажали по и по захиливал всех рад панда стояла над гроби и сев прожал рейквием и бкб чисто чтобы тумба убить такой себе момент на самом деле от на и свежую что им очень тяжело и не хватает ресурсов чтобы знаешь вот математически побеждать как-то перебивать своих визави отходит назад спокойно star areas они понимают что им спешить некуда а закидоны в китае случается довольно часто наш когда команда идет с фулл преимуществом и отдается на хг 6 процентов дает что-то плюс значит какая-то вероятность на победу на и все-таки есть уж 6 процентов это немного на самом деле просто-напросто увидели что карта скажем так немножко под закрылась видим фарм в топе не удержался здесь улу полетел забрал ну а почему нет бене обязательно прямо сейчас эти кометиться да и заканчивать игру скоро будет второй рошан все-таки команды в китае играют действительно академично и по логике вещей это очень правильный мув я думаю что даже найт сами понимают что отдаешь второго рошана и скорее всего ты эту игру уже не выигрываешь поэтому они постараются как-то этого момента наверное организоваться загруппироваться организовать смог и попробовать войти иначе мне кажется шансов у них будет немного слушая еще вчера сказал что в азиатском регионе в китае коэффициенты залетают именно большие крупные только так поэтому можете воспользоваться дорогие зрители вместе с нами залететь на бэдбум следить там за коэффициентами не только на прямой трансляции ставить и главное вводить промокод дпс в данный момент этот бонус дарует вам удвоение первого депозита вот естественно вводить его нужно при регистрации очень полезным оказывается андай потому что мы видим что он раскачался у него уже очень много денег то есть он собирается купить в райспак на самом деле даже без этого тотема просто сама по себе аура от владимир она мега полезна когда у тебя в команде есть герои про прям настреливает мощность руки и в данном случае это дровка пытается выйти через мир здесь игроки на прожимает смог понимает они что идут тайминге уже рошана и на самом деле пахнет решающим сражением потому что сейчас нужно выйти и палец и со смока есть врыв на тени но это тени ребят это очень плохой таргет который нужно хотя бы забрать а там флайп извините меня у настреливать хорошей дистанции начинается развал кабину чем больно тренд протектор овергроу перед смертью эго кастует ролик и мы все это чтобы просто сделать и по аут больно шейкеру его не отпустят минусанули двух сапов погоня продолжается за флайп лаем трипл килл для команды astra и рис несмотря на то что эту драку изначально начинали на я знаешь как видел этот white вообще что не прыгнуть в тени заперстит в него отдадут пульвер айс и после этого он нажмет по и даже на этого ко мне дэмэджа не хватило банально вот тебе ауры вот тебе соли от рэк банды но только один вопрос а где дэмэдж найт дэмэджа не было дэмэджа не хватило ну по всей видимости ну нужно было прожимать реки на и софи до пробовать как-то забрать этого тени с другой стороны они наверное чувствовали что если дадут все в тени то он бай бэкнется а вышка у нас в виде стоит соответственно и не возвращается а с полов тоже нет я кажется понял почему луне покупал себе шар потому что он бесплатно достанется мы со второго рошана логика просто ты доминируешь зачем тратить лишние деньги еще грубо у него из нейтральных шмоток тоже очень приятный артефакт из плюсов конечно нравится запушили сейчас бот-лейн прямиком до т3 однако у ириас имеется эмбра спирит как ответ который спокойно прилетит сейчас на бот отпушит все это дело и вернется моментально в своей команде собирает он шиву все-таки чтобы быть и поплотнее в плане армора не так сильно страдать от тычок финда но как мы видим и софта не сильно бьет то есть вот файт начался прыгнул прайма бейст продлили все это дело фиссурой а если просто не успел добежать банально то есть маркин блинк нужно знаешь чтобы оказываться в одном темпе с прайма бестом да у нас вот такой заходик намеревается со смока от команды или с они не собираются ждать они хотят мне кажется сразу войти толстать какого-либо героя а эмбер полетит развлекать эмбер должен ну наверное врываться вперед как только у него откатится бкб очень больно уже нарезает ровка прям мы видим что дэмэджа хватает как раз таки появился тот самый шар с которым по ощущениям как раз таки дэмэй счет и не удваивается посмотрите кей прям далеко стоит такое ощущение что если он будет после то только на контратаку а пока и все устраивает то есть они ломают и 3 ливен кармор не шибко спасает ремнант прилетает под т3 он как раз и вот это жжение практически как страэдианса туда можно будет моментально полететь нажать там чины фисты по всем и это будет здорово 3 все же упал и теперь дробь чуть попроще все это дело будет расстреливать пытается на визаж как-то ночью за счет птиц убить на отгробие надо дефать все это дело до слой риф прожимает забирает вторую птицу сможет визаж их перепризвать случае чего еще и лазу сюда накидывает на иц но надо бы влетать как-то и вот аллах рихте этим занимается пульвера из подробки там жало бкб нет пока не нажимал на самом деле первая жизнь в принципе можно писать расправиться а вот эго black king бара к сожалению использовал и знаете чего не сделали просто потеряли шейкера на ровном месте да держит хорошую позиционку расстреливать здесь визажа есть риф от кине без бкб у нас напоминают и аллах рите аллах рите искорен скорее всего тоже погибнет очень больно там эго эго также может оказаться в таверне ну и по всей видимости первая карта заканчивается потому что это разрыв ну можно конечно поражать влая но нет это good game сдается команда night что-то в этой игре однозначно пошло не так еще со стадией лейнинга на самом деле знаешь вот когда мы обсуждали эту игру до начала матча мне казалось что астры и резко не могут побороться но будто бы на из по своему составу по тому как они играли до этого должны выигрывать а тут не просто плотная заруба какая-то здесь вообще разнос в ноль ничего не смогли найти показать абсолютно ну либо эстер эрис были настолько хороши настолько насколько они вообще могли потому что мы видим что они засну более очень грамотно ну наверное может быть там одна была какая-то минимальная ошибка но по ощущениям это просто было ноль ошибок как ни странно от а старались которые идут 04 напоминаю я бы знаешь мвп тут сразу white альбум просто бахнул потому что то как он сыграл на этом эмбер спирити это шикарно я вспомнил ту игру про которую ты говорил в ссф где он стоял да он там убил но будто бы была недоигровка здесь ему дали раскачаться вот тот килл на шейкере быстро 6 левел и когда он бегал 40 как будто умереть он вовсе уже не мог но более детально эту карту разберет наша студия